Во всяких дешевых мероприятиях, понятно, название уже после того, как все сложилось, а у нас название лекции родилось вот в момент рождения самой лекции, еще до того, как мы ее вам прочитали. И название у нее очень такое, ну, по-моему, про то, что сейчас происходит. Прозрость, бессилие и любовь. Ну, мы так будем постепенно двигаться. У нас есть в голове какой-то определенный план. Попробуем ему следовать. Ну, одной, не самой, конечно, важной, но одной из базовых человеческих потребностей, безопасности признания является потребность в близости, в любви, в принятии и так далее. Если нам повезло с родителями, а, в общем, если мы дожили с вами до более-менее зрелого возраста, мы можем считать этот факт свершившимся, нам повезло с родителями, мы не погибли в младенчестве. на первых ранних этапах своей жизни, мы, правда, какой-то недолгий период, но тем не менее, были в переживаниях безусловной любви. Когда нас угадывали, считывали, неплохо распознавали, по нашему кряхтению, плачу и ворчанию, распознавали, когда кормить, когда менять подгузники, когда держать столбиком, когда класть на спинку, когда выкладывать на животик. Это было сладкое время. И понятное дело, что каждый из нас во взрослую жизнь внес это чудесное желание, чтобы обращались с нами примерно так же, распознавали изо всех сил и угадывали, чего нам хочется. Но тут случаются определенные сложности. Сложности вот какого рода. Ну, размер у нас увеличивается, наши желания становятся другими, более дифференцированными. Потому что у младенца всё очень просто – комфорт-бескомфорт, комфорт-бескомфорт. Убрать бескомфорт – сразу комфорт. А у человека-то, в общем, как-то все более сложно построено. То есть, знаете, всякие нюансы, переживания. Появляются переживания, становятся большими. Появляются всякие чувства, которые, в общем, ориентируют человека в пространстве. Ну и в конечном итоге есть какие-то простые чувства. Радость, страх, злость. А помните, кто помнит? Отвращение. Отвращение, да. А есть более сложные, типа вина, стыд, обида, те, которые в меньшей степени носят такой ориентировочный характер, а в большей степени там обслуживают межличностную коммуникацию. Вообще, когда ребята рассказывали, Федор и Максим, лекцию про эмоции, они там говорили про это, может быть, меньше фокусировались. То есть у эмоций есть, сейчас мы дальше будем про эмоции говорить, есть несколько задач, которые мы выполняем. Основная там задача ориентировочная, там есть еще задачи фокусирующие, видят стабилизирующие, ну и всякие разные. Мы будем больше степени говорить об ориентировочной задачи эмоций в нашей жизни. Так вот, значит, когда... На самом деле эмоции, они возникают на этой границе между миром и нами. И без них мы просто не можем ориентироваться в мире. Они не имеют какой-то собственной сверхценности. Они только инструменты, не более. И в процессе жизни, если возвращаться к этому дефонзовому переживанию комфорта, дискомфорта, то есть инструмент в процессе жизни усложняется, затачивается, становится более дифференцированным. То есть мы от каменного папора приходим к электронному микроскопу. Да, и если нам удалось преодолеть ту фазу, о которой мы говорили вчера, пограничного реагирования, то у нас, где эмоции, правда, такие достаточно поляризованные, категоричные, то мы окажемся в качественно других отношениях. Вся сложность в человеческих отношениях состоит в том, что у нас очень много уловок для того, чтобы в нашей психике иногда у нас более осознанной, иногда у нашей психики менее осознанной, для того, чтобы в близких отношениях не оказываться. Потому что, чтобы в них оказываться, мы должны выдерживать много различного рода эмоциональных дискомфортов. Вот если двигаться через динамическую концепцию личности, то есть три вообще базовых переживания, которые почти всем рули. Переживания, связанные с шизоидной зоной, зоной выстраиванной безопасности, это переживания страха и ужаса. Переживания, связанные с негротическими зонами, переживания длины. И переживания, связанные с нарциссическим полюсом, это переживания стыда. Сейчас мы этого шевруем. Вот эти сами по себе переживания, они когда достаточно интенсивны, переносятся дискомфортно. Это неприятно. Переживать ужас или страх, это как менее выраженная интенсивность и ужас. Переживать вину или стыд, это нам все некомфортно. Даже если телесно вспоминать, как это встречается, эти эмоции мы распознаем в теле, как с ними встречаемся, они неприятные. И поэтому психика наша, она стремится этих неприятных переживаний избежать. И таким образом, когда мы не встречаемся со страхом, мы с одной стороны от чего-то защищаемся, а защищаемся мы от неприятного переживания и не встречаться с ужасом или аннигиляцией, как крайне понятно. Но с другой стороны, если мы с этим не встречаемся, мы навстречу другому человеку не двигаемся. Если как-то нам все-таки удалось нашу ужас преодолеть, у нас есть следующая ловушка. И наша психика опять стремится нам помочь. Она стремится сделать так, чтобы мы не встречались с свиной. И на этом этапе мы опять находимся в профилактике. Если мы не встречаемся со свиной, то эта профилактика, она, в общем-то, разочарование. Но какого-то понимания, что то, чего мы от другого человека ждем, его нет. Но мы же можем не встречаться с этим и жить в прекрасной иллюзии, что этот человек этими качествами, столь нам желаемым, обладая. Но если только мы нашли достаточно сил для того, чтобы рискнуть и продвинуться, и встретиться с этим переживанием вины и в результате встретиться с каким-то глубоким разочарованием от контакта и встретиться с каким-то бессилием от того, что другой человек не таков, как мы ждем, утешает нас только одно, что он в той же сложной точке находится. Не только мы встречаемся с разочарованием и бессилием, но и другие люди встречаются с разочарованием и бессилием, что мы не оправдываем их ожидания, что мы их плохо угадываем, что у нас нет правильных форм для контактирования. И даже если этот сложный этап нам удалось преодолеть, нас ждет еще одна сложная ловушка. Нам же сложно, когда мы рискнули и все-таки приблизились, и не ушли из контактирования, оказались в каком-то взаимодействии, нам сложно столкнуться с обесцельными, что сейчас мы предъявим себя в какой-то своей истинности, уязвимости, несовершенстве. И они нам скажут, что ты не очень вообще как-то выглядишь, не знаю, пахнешь, говоришь, много чего еще. И в этом месте еще одна есть точка, в которой часто человек спотыкается, профилактирует стыд, но тогда жертвой этой не встречи или каким-то агнцем, который мы приносим на этот алтарь, становится такое непризнание. Давай спросим. Понятно? Есть ли какие-то вопросы здесь? Из того, что было сказано... Давай, говори. Зачем нужны? Зачем нужны? Смотри, мы перед этим говорили о том, что чувства, они, в общем, являются регулятором. То есть являются тем, что ориентирует нас в мире. И кроме инструмента регулирующего, они еще обладают, в смысле, познание, да? Оно еще и в мире. Ну, мы опознаем их более. Сюда, в дистанцию. И эти чувства, если бы... Ну, чувство страха, оно как бы на биологической основе. То есть оно и у животных есть. И оно говорит об опасности. Для чувства ужаса это витальная опасность. А вообще-то человек существо социальное изначально. То есть еще когда предки были животными, они все равно собирались в стаи. И им необходимо было регулировать вот эту вот жизнь стаи, прайда, образование. И у нас достаточно много переживаний и чувств, которые регулируют дистанцию и отношения. И маркируют дистанцию и отношения. И страх, социальный страх, один из них. Ну, вот витальный ужас, угроза существования, он живет вот здесь обычно. Ну, конечно, нужно каждый раз проверять относительно каждого человека на обычных. Витальный страх живет вот здесь. Под ложечку. Под ложечку. Да, вот. Ты замираешь. Вот. Или наступает паника. Это же вот про ужас. А вот социальный страх, он живет вот здесь вот. Он на шее, да. Сидит на шее. Вот. И он регулирует отношения. То, что у нас кроме стыда есть еще страх стыда или страх вины. Это тоже страх. Это оттенок чувства. Это не сама вина. Это только предвкушение того, что мы можем оказаться в ситуации, когда нам станет мысль, мы столкнемся с этими страхами. Так вот вина и страх регулируют социальные отношения. Если я нанесла какой-то ущерб другому человеку, я буду ей нормальным и естественным образом испугивать вину. Она не будет токсичной, она не будет разрушающей для меня. Она будет просто маркировать то, что я невольно пересекла в границе другого человека. Сделала вине чуть нехорошее. И это чувство вполне гасится, если я ликвидирую ущерб нанесенный. Ну, компенсирую его как-то. Я материальным образом, ну там, отдарюсь из разбитую вазу. Или чак. Или еще что-то просто сделала. Коннексия и контрибуция. Да. Вот. Или искренне извиняюсь. Так, чтобы человек принял мои извинения. И тогда отношения обнуляются. Как бы ни за мной не остается вся бы с него хвоста. И другой человек меня искренне прощает. Вот. А стыд, там тоже, в общем, есть вполне нормальное переживание стыда. Он бывает токсический, бывает нетоксический. Да вот нетоксический стыд. Он про обнаружение границы. Того, что либо мои границы пересекли неожиданно для меня. Либо, ну и он как бы как смущение воспринимается. Ну, скорее с оттенком смущения, да. Либо я невольно перешла границы другого. Ну, например, каждый из вас когда-нибудь вляпывался в ситуацию, когда вы открываете двери в туалет, а там кто-то есть. Смущение испытывает тот, кто был застегнут, а стыд тот, кто ворвался. И, в общем, как бы это совершенно не, ну, от осознанного того, что ну, дверь была не закрыта. Там замок это не срабатывает. Чувство все равно остается. Вот. И есть нормальные такие проявления. То есть чувства, и они относятся к конкретной ситуации. А если вы привычно испытываете... То есть вошли в туалет или не вошли, а он все равно испытывает? Да. Ну, так по жизни. Да. Скорее всего, вы имеете дело с токсическим испытом. И, ну, как бы это то чувство, которым вас можно регулировать. Или виной вас можно регулировать. Там мама говорила, например, что у меня в могилусе тоже в своем поведении. Вы чего-нибудь там начинаете делать? Подумаете? Вот. Вот. Вот сейчас еще один шаг, и нам нужно. Вот. 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 И очень важно, чтобы в семье были запретные чувства. В каких-то семьях запрещается радоваться. Не потому что 35 лет назад бабушка обдавила. Ну, поэтому как тут можно, они вообще радуются? Ну, и запрещают. Запрещают, запрещают, запрещают. Или запрещают, запрещают. Ну, такие гипертимные люди живут все время с повышенным формами настроения. Бывают, бывают. Ну, разбил. О, прикольно. Ну, то есть. Ну, или, например, ну, конечно, пример бесконечный. Бесконечный. Или очень высокий уровень стыжения. Ну, там, на любое какое-то там действие у ребенка, есть, пока реакция взрослого, там, как тебе не стыдно. И оно может быть, правда, связано с ситуацией реальностью, Но когда, правда, ребенок тут сделан не так. Ну, может быть, не связано, может быть, каким-то просто таким способом воспитания. Ну, понятное дело, что там, стыдя ребенка и веня, воспитывать его очень легко. Ну, да. Покладисту очень. Важно понимать, что вообще человеку есть три кнопки. И родители в традиционной семье используют обычно одно или двое. Три. Одно. Три. В общем, на самом деле кнопки страх, вина и стыд. И ребенка можно, в общем, держать в рамочках, используя, и вот, не покупая его. Рыба с… Рыба с… Виня? Виня любит… Рыба с… Рыба с… Рыба с… Рыба с… Это семейная система, которая традиционно использует одно из новых воспитаний – регуляция ребёнка. И тогда есть семья, в которых формируются определённые типы поведения, такие паттерны. Семья, где, чтобы избежать страха, всё время остаются в конкуренции. Потому что для того, чтобы выйти из слияния, необходимо градус страха увеличить, агрессию увеличить для этого. И тогда возможен выход из слияния на следующие какие-то этапы развития контакта. А так вот, ну, остаются люди с слияния, но за это платят. Тогда они понимают в этой семье, где границы друг с другом. Вот у меня была клиентка, которая всю жизнь жила в немножко недостроенном доме, где у меня было почти всё. Нет, не было дверей. Я рассказываю реальные случаи, это не метабора. В доме не было дверей вообще. Ни в туалет, ни в спальню родителей, нигде. Вот так вот жила семья. В общем, всё было открыто, любили друг друга. Прямо вот любили-любили. А входная была? Входная. Входная была. Металлическая. Бронированная. Вот. То есть это те люди, которые живут в одном этапе. Мой дом – моя крепость. Да. И такие семьи, они функциональны по типу слияния, то есть созависимости, когда границы между ними нет. Есть непонятно, что чувствуешь ты, я гораздо лучше понимаю, что чувствуешь ты. Мельчайшие там телодвижения уже угадывают. Уже там по шагам можно понять, в каком-нибудь состоянии пришёл папа. Мне кажется, что ещё для таких систем характерна такая любопытная вещь. Потому что люди любят не то, что они выбрали, а то, что их научили любить. Вот их приучили, что любовь такова. Что тебе нравятся пирожки с поведлом, капустный пирог, свинина запечённая с чесноком. Человек, значит, всю жизнь нет. Но если ничего другого не пробовать, то, конечно, ты будешь любить пирожки с поведлом, капустный пирог, свинина с чесноком. Какой космоний. Я люблю пирожки с поведлом. Ты же способна, знаешь, ты выбирала в ресторане как человека, у которого нету этого сложности. Но это не единственный наш способ отношений. Давай про кнопку вины расскажем. Вот если мы будем там на кнопку вины всё время нажать, то что мы получим, какого рода отношения мы рискуем тогда в этом случае получить. Мы получим отношения, в которых предсказуем результат контакта. Это отношения, нельзя сказать, что они совсем не отношения. Это вполне себе отношения. Но это какое-то отношение, которое существует на очень маленькой амплитуде энергии. Это отношения, в которых люди традиционно произносят друг другу какие-то тексты. Заранее предсказуемые. Но это даже, например, если в какой-то парной парадигме демонстрируют, этим людям даже ругаться неинтересно между собой, даже конфронтировать не любопытно. Потому что каждый из них, как по пьесе, знает, какие реплики будут следовать одна за другой. Потому что результаты этих конфликтов, или конфронтации, может быть, конфликт пугающий, переживание или идея. И люди не взаимодействуют между собой на более высоких амплитудах, потому что это никуда их отношения не продвигает. В этих отношениях заблокировано очень много злости. И это как раз те самые отношения, в которых цены не отношения, а переживания с ними связаны. Ну, давайте, например, вспомним ситуацию патологической любви. Потому что не очень хочется такой патологической любви. Все вы, наверное, с этим сталкивались, когда впервые влюблялись. Когда в вашей голове появляются идеи, что вот этот человек создан для меня. Он моя половинка. Это вообще какой-то ужас. Он меня узнает, как никто другой. И все, значит, в какой-то проективной зоне остается, что в этом человеке я вижу олицетворение всех моих тайных каких-то мечтаний, желаний. И вообще он чувствует меня как будто. И самая большая ценность, вот почему она так переживается, когда первая любовь тяжело, когда заканчивается. Потому что самая большая ценность в этих отношениях ничего не прояснять. Сделать так, чтобы по-настоящему другого человека не узнавать. Потому что есть же связанный с этим риск. А если я начну другого человека узнавать, ясное дело, что все будет не совсем так, как я не представляю. И чтобы с этим напряжением разности другого, и чтобы не встречаться с опасностью распознавать отличия другого человека, я лучше этого делать не буду. Но хорошо, когда это такая любовная зависимость, а не какие-то другие формы зависимые. И тут важно сказать, что отношения и переживания сами по себе никакой ценности не имеют. Вот сама по себе там, например, переживание злости, или переживание печали, или переживание отчаяния, или переживание бессилия, сами по себе, если остаются они внутри нас, если они запечатаны в человека, они не являются ориентированы для того, чтобы изменить что-то в моем движении другого человека, никакой ценности не имеют. Я хочу добавить, что есть люди, которые привыкли что-либо чувствовать. Чуть-чуть сразу попадают к определенным переживаниям. И это переживание запускается не реальной ситуацией, а тем уровнем напряжения. Которое напряжение доросло до определенной стати. И привычным способом, водичка девочка найдет, оно сливается в это переживание. Чуть-чуть что сольем в переживание несовершенства мира. И глобального непонимания окружающими меня уникальными. Или напряжение подросло, еще непонятно что делать, непонятно как с этим обходиться. Ну что, я вас тут бесите, вы меня все бесите. Вот уровень разгражения. Или, ну как-то радостными чувствами, это обычно что-то меньше. У меня была знакомая, она гуляла с ребенком на площадке. Она уже была приклонного возраста женщина, не очень была лавка выходить за ребенком дошкольного возраста. И этого ребенка по спине стопнуло качели. Вот как она рассказывала об этом, она сказала. И вот так стопнуло качели. Я так испугалась, так испугалась, так мне было страшно. Такое посмещение в этой ситуации акцентов из переживания, от этой ситуации не на то, что там побежал, если что-то делать, рентгенскую клинику. А такая концентрация на собственном переживании. Как будто во всей этой ситуации ценностью явилась только амплитуда вот этого чувствования, с которым она столкнулась в результате вот этого случая. Для жизни, может быть, это, конечно, прикольно, потому что с такими людьми рядом жить, но, понятное дело, все время находиться в драйве интенсивных чувств. Для терапии дело не очень полезное. И в этот момент человек как бы на себя перетягивает, в своем мужестве, в своем... Врачи, печали. Да. Ну, в чем угодно. Да. И тогда, в общем, окружающим приходится заниматься им, а не разрешать эту ситуацию, которая, в общем, и была спусковым кожечком, спуском для его векового переживания. А может быть, нам надо что-то теперь рассказать про какие-то риски, как с этим обойтись в этой терапии. Потому что, да, потому что вчера мы там обсуждали по поводу интенсивных. Это логично к этому моменту, что сейчас люди стали сталкиваться с определенного рода сложностями. Что... Давайте так общу. Это не то, что при каждом относится, но тем не менее. Клиенты испытывают достаточно много напряжения, потому что они сейчас несколько истощены непривычной работой, которую они делали. Такое время постоянно на проспекции рассматривались. И у них уже появляется ощущение, что они не особо могут чего-то нового терапевту в контакте предложить, для того, чтобы он их понял. Терапевты тоже испытывают целый ряд затруднений. Затруднения такого рода, что они тоже достаточно много вариантов, которые из их личного опыта и опыта обучения попробовали для сближения с клиентами. Но кто-то принял то, что у него есть, а кто-то не принял. И терапевты откупятся напряжение и злость на клиентов, потому что они думают, что ему еще от меня надо, почему же он сложный такой клиент, никак передо мной не раскрывает. И как будто люди уже топчутся перед друг другом для того, чтобы вступить во взаимодействие. И ждут, когда какой-то другой человек предпринял шаг для того, чтобы все-таки встречи и контакт случились. И не рискуют. Не рискуют, не пробуют, не сближаются, потому что останавливают себя ровно теми сложностями, о которых мы говорили сказать и выше. Кто-то страхом, кто-то виной, а кто-то стыдом. И вот такая терапевтическая ситуация, в которой бы хотелось, чтобы другой осмелил и сделал шаг навстречу, рискнул и принялся. А другой ждет, что первый сообразит и рискует. Чего делать надо? Вот это и есть прекрасное место тупика. Оно очень важное в любой терапии. Тупика нужно дойти и понять, что прежние способы не работают. Прежним способом слить напряжение, создающееся в этих отношениях, невозможно. Прежним образом человек испытывает напряжение, испытывает, испытывает, потом вскакивает, хлопает дверью, и говорит, все вы тут вообще подлецы негодяи, и уходят, и все. Вот он с осознанием своей такой вот правоты. А тут вот условия такие, что не хлопнешь терапевту, предносим дверью, все равно завтра встречаться по условиям контракта, все равно есть некоторые рамки. Невозможно убежать привычным способом. Это место называется тупик. И этот тупик проживают оба, и терапевт, и клиент. Это их совместная ситуация. В тупике нет привычных способов действия. Именно из тупика можно выйти только через творческое приспособление, через нахождение уникального, единственного. Способы только для этого контакта, способов взаимодействия. Только вот именно этот терапевт, именно с этим клиентом могут найти какой-то способ взаимодействия и сближения. Для другого клиента это не будет работать. С другим терапевтом это не будет работать. Будет по-другому. Ну, в общем, тупик – вещь такая. Либо его проходит, либо нет. Если вспоминать уровни… Тупик как раз очень такой термин, свойственный для дештальтерапии. Вот если вспомнить структуру невроза попёртся, ну или потому что не вспоминать, я сейчас быстро скажу. Есть же там уровень масок. Всего в структуре невроза попрошу 5 стадий. Тупик из них – третье. Потому что на первом уровне люди общаются через привычные формы. Он называется уровень масок. Когда вот какие-то привычные, отработанные стереотипы отношений. Как-то вот вы себя представляете, как-то более-менее соотносится с тем, как у вас внутри. Вы взаимодействуете. Если этот уровень фрустрирует, то терапия достаточно быстро фрустрируется, пресекается. Чек оказывается на следующий уровень. Мы тоже с этим уже почти все столкнулись. Он называется фобическим. Когда очень возрастает уровень тревоги. Уровень тревоги возрастает от того, что привычные способы заблокированы. Так, как вы делали раньше, в этой ситуации не получается. И тут очень много неопределенности. От этого растёт тревога. Но достаточно дискомфортный эмоциональный, физический принцип. Тревога вообще обалденные переживания. Это когда возбуждение растёт. Жизнь-то поднимается. Энергии-то много. А сверху его придерживается. И понять, куда вот это направить, ещё не ясно. И тогда человек испытывает тревогу. В общем, очень такое... Жизнь утверждает. Да. Жизнь утверждает ещё такое место. Не всегда приятное, но важное. Тревога, если мы её так более-менее осознаём, она переживается как приятное телесное возбуждение. Кровь качается интенсивно, телесная, приятная. Мышцы так разговариваются. Настолье так подходит. Эта радость, которая с тобой случилась. А есть другой способ. И вот часто в этом месте тревога, её сложно распознавать, потому что если её не осознавать и всё время крышечку, не спускать в пар, при первом варианте, чтобы тебя подбрасывать, крышечку прикручивать, масочку держать и никак себя не проявлять, то тогда тревога будет переживаться как слабость, подавленность, отсутствие энергии и телесное обессиливание, будучи заблокированной в теле. То есть вдруг непонятно, что-то произошло. Но это зависит со стороны обычного человека, связанного. Если тревогу как-то размещать, будете поактивнее. Если вам, так говорим, сиди смирно, что ты дёргаешься, пристанье шевелить наглами, то, скорее всего, у вас там… Не качайся на стуле. Да, не качайся на стуле, не грызи ногти, выни за рта карандаш. Тот тревога будет переживаться как некая беседа. Когда всё-таки стало понятно, что вот этого раздражения не случилось, что слить тревогу привычным способом не удаётся, человек оказывается в тупике. В революционной ситуации. Это привычный способ заблокирования новых лет. Для того, чтобы выйти из тупика по пирусу, нужно, чтобы произошло ещё два взрыва. Для того, чтобы ситуация каким-то образом разрешилась. Один из них внутренний, второй эксплозивный – это когда вот это накопленное напряжение внутри человека может начать обретать какие-то новые формы контактирования. Сначала внутри. Человеку как-то дает эффективно разозлиться и понять, что всё, не хочу больше сидеть в засаде или не могу, или осознаю своё одиночество, хочу с кем-то встретиться. А потом эта энергия уже размещается в контакте с другим человеком. Эти две стадии называются стадиями взрыва. И очень часто клиент-терапевты спрашивают, я вам тут всё рассказала, а что делать? Делать-то что? Это попытка избежать вот этих взрывов. Это попытка уже перескочить или сделать свою работу. В этом плане очень важно, что терапевт притормозил и дал возможность вот эти взрывы пережить. И клиенту то, что ни пуха, ни пера эти взрывы возможно пережить, они не убивают. Давайте ещё раз скажем. Каждый раз сталкиваюсь с какой-то новой ситуацией неопределённости, неясности, не растерянности. Все эти стадии будут повторяться вновь. Потому что нельзя один раз и навсегда вот этим путём пройти. Пройти и дальше зажить весело и счастливо. К сожалению, в каждой новой ситуации это всё будет повторяться. Утешать только... Нет, к счастью, другое. К счастью, что навык растёт. К счастью, что навык продвижения и скорость продвижения от одной фазы до другой постепенно возрастает. И то, что вам... То, что вам сейчас понадобится 9 дней или 5 лет терапии, потом будет происходить несколько быстрее. Ну что, вопросы? Есть ли вопросы? У нас есть 2 минуты. А где про любовь? А любовь, когда вот это всё значит произошло, у нас случается. После двух до него. Когда вам удаётся вырваться из брони. Если мы вспомним цикл контакта, то ретрофлексия это последнее место, где человек ещё остаётся внутри себя. А потом уже он уходит в контакт. Так вот, любовь там, где нас появляются уже двое. Где контакт. Ну, то есть ты не веришь, как любовь самому к себе. Другие от этого не раздаются. Это очень важно. Спасибо вам большое за внимание. Удачи и много работы. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.